Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения с Алиэкспресс. Чем интересна камера? Во-первых, своей ценой. На данный момент, как я ее покупал, она 47 долларов стоит. Вы можете получить отличную PTZ камеру в маленьком корпусе. По таким характеристикам, раньше камеры стоили, соответственно, в разы дороже. Комплект полный, уже идет в комплекте и блок питания, инструкция, диск, герметичная муфта на RJ45, инструкция, вот такая своеобразная камера из разряда прошлой камеры с модифицированной прошивкой. Камеры с данными прошивками не стоит обновлять, потому что потом просто пропадает ее управление. Возможность управлять камерой пропадает. Поэтому первое, что вы должны иметь в виду при покупке данной камеры, не обновлять ее ни в коем случае. Вариант, если вдруг вы обновили, пишите продавцу. Он вам, по идее, должен выслать прошивку заводскую. И тогда вы можете восстановить работу камеры. В общем-то, камера предыдущая с 30-ти кратным зумом примерно так же выглядела, но имела металлический корпус. Здесь толстый пластик. Опять же, камера неплохо смотрится. Камера маленькая. И с хорошими, с нормальными возможностями. Заявлен 4-х кратный оптический зум. Варифокальный объектив. Как заявлено продавцом, установлена матрица Sony IMX323 с разрешением 2 мегапикселя, но есть возможность установить разрешение 3 мегапиксельное. Попросту говоря, здесь установлена 3-х мегапиксельная матрица. Модель камеры. Стандартная XMI камера. IP-адрес 1.10. Пароль пустой. Питание 12 вольт 3 ампера. И зум написано 5-кратный. Данный вариант камеры не имеет встроенного микрофона, встроенного динамика. Слота под карту памяти нет. Но это тот вариант камеры, который отлично будет работать с видеорегистратором и с видеорегистраторами любых производителей. Также с видеорегистраторами Dahua и Quision. Отличный вариант будет камера работать с видеорегистратором XMI. Кронштейн не прижимается никакими фиксаторами-болтами, а утапливается в пазы и проворачивается. Протаскиваем кабель и таким вот образом утапливаем и проворачиваем. Здесь очень все плотно. Вот так, до фиксации. Камера поворотная не 360, как заявлено продавцом 320 градусов. Ну и вверх-вниз также может смотреть под себя. То есть возможности обычной поворотной камеры. Также ночной режим. Все это имеется. ИК светодиоды. Блок питания 12 вольт 2 ампера в комплекте. Давайте подключим камеру и найдем ее в домашней сети. Подключим и к смартфону, и к видеорегистратору. На смартфоне камера будет работать с приложениями XMI и ICC. Беру кабель от роутера и обратным концом интернет кабель подключаю в камеру и в роутер. Свободное гнездо. И подключаю блок питания в сеть 220. Имеет тестовый режим камера. Вращается. Голосового сопровождения не будет. И не ждите, потому что нет встроенного динамика. Скорее всего тестовый режим пройдет и камера будет занимать то положение, из которого, например, пропало питание. При каждом переключении питания, то есть пропало питание появилось, камера будет проходить такой тестовый режим. Но будет возвращаться в то место, из которого она начала перезагрузку. Вот после нескольких секунд, после паузы камера возвращается именно в тот режим, то есть в то место, из которого она начала перезагрузку, как я вам и говорил. В каждом из своих видео сначала я показываю привязку камеры к смартфону, но так как эта камера, как я уже сказал, идеальный вариант для работы с видеорегистратором, сразу покажу вам привязку ее к видеорегистратору, замену IP-адреса через видеорегистратор. Так как знаем мы, что под сеть камеры единица, у меня под сеть домашней сети 0, поэтому сразу подключив камеру к роутеру, я ее в домашней сети не нахожу, потому что она не зарегистрирована, нужно заменить под сеть. С видеорегистратора также можно это сделать. Жму я на свободный канал, туда куда хочу настроить камеру. Автоматический поиск запускается в видеорегистраторе, видеорегистратор XMA, 32-канальный, кому интересно, ссылку я оставлю на обзор в описании. Если забыл оставить, напомните мне. Находит он камеру под IP-адресом 192.168.1.10. Из-за того, что под сеть 1, а у меня 0, камера не прогружается, потребуется замена. То есть камера в интернет еще пока не вещает, на нее зайти нельзя. Заходим в раздел сеть, кликаем на камеру, заходим в раздел сеть и отсюда мы можем выбрать автоназначение или же присвоить самостоятельно IP-адрес камере. Кликаю я автоназначение, назначает роутер через видеорегистратор. Вот данный вот IP-адрес в свободной камере, пароль с завода у нас пустой, пользователь админ. Жмем ОК, данное подтверждаем. Операция выполнена успешно. Уже видим камеру с другим IP-адресом, она уже в домашней сети, можно на нее заходить и отслеживать также удаленно и со смартфона, отовсюду, если привязать ее к смартфону. Два раза на нее кликаю и камера уже у нас на видеорегистраторе. Примените выход. Картинка с камеры. Как вы видите, все добавлено в несколько кликов. Кстати, камера поддерживает формат сжатия H260+, последний формат сжатия, поэтому выскакивает информация о том, что включить или выключить данный формат сжатия. Жмем ОК. При этом камера перезагрузится и уже опять появится у нас на видеорегистраторе через несколько секунд. Все готово. Проверяем тут же управление камерой. Все отлично. Камера лежит на столе и управляется уже с видеорегистратора. Ну и сразу же давайте второе действие. Приложение XMI. Вот с домиком. Заходим. Сразу список устройств и жмем плюс. Добавить новое устройство. В домашней сети можно его добавить также через поиск. Если же удаленно, то нужно знать серийный номер устройства, если вы не в своей домашней сети добавляете, а с другого, попросту говоря, интернета. Так как я в домашней сети у себя, жму поиск. Вываливает у меня список устройств. Все мои камеры. Ищу я 154 IP-адрес. Соответственно, здесь светятся серийные номера камер. Вся информация IP-адреса. Я кликаю, прописываю пароль, имя устройству, пароль если есть, если нету, задаю имя устройству и добавить. В списке устройств камера есть. Картинка соответствует камере, картинке на видеорегистраторе. Также все это вы можете будете проделывать уже удаленно, взяв с собой смартфон и также отслеживая и управляя камерой со смартфона. Понятно, что нету здесь возможности прослушивать аудио. Так, здесь у нас управление таким вот образом. Вот все, управляем со смартфона и различные производим действия. Также все это можно будет делать, переключив смартфон в мобильный интернет. Переключил смартфон в мобильный интернет, выключен домашний Wi-Fi, включен мобильный интернет. Картинка с камеры. Также взяли с собой смартфон, пошли и удаленно отслеживаете камеру. Камера установлена на улице. Отличная картинка с монитора, просто супер. Я думаю, разочарованы не будете. В конце видео постараюсь скинуть запись с видеорегистратора. Например, записи камеры в большом разрешении, в 3 мегапикселя. Кстати, давайте сейчас я ее перенаправлю. Лево-право работает адекватно, направо поворачивается. Вверх-вниз тоже я проверял. Отлично, классная, сочная картинка. Кверх-вниз резче, быстрее работает. Ну, далеко номеров, как бы, неразличимо. Уже на расстоянии около 15-20 метров туда. Но рядом здесь общий план, конечно, картинка супер, классная. Давайте посмотрим в настройках компрессии. Да, разрешение 3 мегапикселя, 265-й формат сжатия. Возможно поставить 2 мегапикселя. Например, если у кого старый видеорегистратор не поддерживает 3 мегапикселя, можно переключить 2 мегапикселя или 1 мегапиксель. Со временем, ну, наперед камеру, если хотите, приобрести. Купите более современный видеорегистратор. Можно смотреть камеру и с нее сохранять видео в большем разрешении. И при 25 кадрах в секунду. 3 мегапикселя давайте поставим. Еще раз зайдем, перепроверим. Да, 25 кадров в секунду. Внешний поток также можно регулировать. И качество. Давайте поставим максимальное. Видеозвук в двух потоках. Но, так как звука микрофона камера не имеет, поэтому звук можно и выключить. Так, все готово. Все сохранено. Прекрасно. Также с видеорегистратора настройки цветности можно регулировать яркость, контрастность картинки. Уже на ваш вкус. Все это работает. Вот яркость добавляется. Все работает. Кстати, да, совсем забыл. Смотрю, начала камера фокусироваться. Автофокус работает. Камера же имеет зум. Так, давайте настроим. Вот, автофокус четко работает. Приближает, удаляет. То есть, фокусируется. Ну, это не 30-ти кратный. Так, давайте сейчас проверим автофокус. Что у нас с автофокусом? Что-то притормаживает автофокус. Вот сейчас вот сработал. Как-то в замедленном он не так быстро отрабатывает, как хотелось бы, конечно. Так, давайте на максимум. Так, ну, это максимальное приближение. Тяжело как-то фокусируется. Пятикратный зум написано. Ну, вот, сфокусировалось. И вполне-таки различимые и читабельные номера на расстоянии около 20 метров. Дальше у меня нет возможности проверить. Опять же, фокус, фокусировка как-то плавает. Ну, я думаю, это на максимуме сейчас зумирование. В случае чего, если вдруг с фокусом проблемы возникают, немного взад-вперед можно поиграться вот кликами по зуму. Плюс-минус. Картинка вот сейчас сфокусировалась. Имеет резкость отличную. Ну, и давайте на минимальный зум. Небольшие возможности имеет данная камера по зумированию. Ну, в общем-то, так и заявлено. И это бюджетный вариант. Посмотрите цену. Я думаю, камера за такую стоимость, ну, имеет вполне достойный функционал. Хотите чего-то лучшего, понятно, что нужно заплатить за это деньги. Ну, вот, вот, как бы, ну, на максимальном зуме с фокусом, да, какие-то небольшие проблемы имеются. Но стоит вот немного кликнуть на минус, взбодрить объектив и фокусировка проходит нормально. Также есть вариант фокуса ручного. Вручную фокусировать, добиться идеальной картинки. Но это если вам что-то нужно, вот, к примеру, рассмотреть такое важное, то можно вручную это все делать. По поворотам по скорости вполне нормально, камера отрабатывает. Скорость вполне достойная. Так, по кругу не крутится, но уже видит свой столб крепления, на который закреплен кронштейн. 360 по кругу она не вращается. Ну, а так, вполне нормально отрабатывает. На свои деньги не забывайте о стоимости камеры. Вот, немножко не доходит, не видит себя сзади, там чуть-чуть буквально остается. Не видит свое место крепления. Также камера работать будет по пресетам. Задаете пресеты, местоположение камеры, фиксируете номера. И потом просто переходите по данным пресетам. Также задействован и зум в пресетах. На каком приближении зафиксируете пресет. Пресет на таком камера вот и перейдет на него. И вот автофокус в данном случае отработал вообще отлично. Первый пресет, второй пресет. Это я задавал местоположение камере. Задавал номер и она запомнила его. И теперь переходит. Также все это можно делать и со смартфона, с приложения. Задавать пресеты, переходить по ним. Даже если вы создали пресеты с видеорегистратора, также они дублируются и на приложении. Третий пресет и также зум. Тут на максимуме зум. И вот автофокус. Отлично. Камера справляется. И четвертый пресет, который я ей задал. Зум на минимуме и повернута в крайнюю правое положение. Класс. Давайте посмотрим по тревоге. Что же интересно, что камера, какие возможности. Но я думаю здесь ничего, кроме изменения в картинке. Хотя нет, имеет она функцию определения силуэта человека. Это классно. То есть камера будет писать на видеорегистратор. Если вы по силуэту человека поставите, выберите порог какой. Давайте самый высокий выберем. Будет писать только по силуэту человека запись. На движение машин, веток, листьев, чего-либо изменения в картинке. Запись не будет вестись. Установив гуманно выявлять. Если снимете галочку гуманно выявлять. Также это можно настраивать. Все в приложении. Будет просто работать. И включите смарт-оповещение. То есть будет запись работать по изменению любому в картинке. То есть есть варианты. Или то, или то. Что вам нужно. Жму ОК. Так, но распознавания лиц точно нету здесь. Это я уже много хочу за такие деньги. И смотрим дальше. Запись. Настройки записи. 15 канал. Стоит в расписании. Можно поставить все записи. Будет вестись и постоянная запись. И обнаружение и тревога. И там вы уже будете выбирать, что вам нужно. Или же по силуэту человека. Или постоянную просмотреть. Можно постоянную выключить. Будет вестись только по той тревоге, которую вы поставите. Давайте именно так и сделаем. Постоянную выключили. Постоянно не пишет. Значка записи нету на видеорегистраторе. А только вот человек, когда идет, она должна будет его определить. Так и есть. И включается запись. Кстати, классно, четко. Можно различать лица. Отлично. Матрица хорошая. И идет запись. После какого-то времени, когда человек прошел, запись еще продолжает идти. И выключается. Потом вот. Вы все можете уже будете просматривать на жестком диске видеорегистратора в записи. Дальше вам покажу. На проезжающую мимо машину камера не реагирует. Не реагирует именно в данной настройке на определение силуэта человека. Если поставить по движению по-любому, камера будет писать по-любому движению. Давать команду видеорегистратору на запись. 20-40. Несколько минут назад все камеры перешли в черно-белую картинку. Данная камера, видно, что настройка перехода в черно-белое изображение в ночную картинку смещена в сторону еще меньшей освещенности. И камера вполне таки матрица светочувствительная. Уже на улице сумерки видит четко, отчетливо и классно в цветном изображении. Видите, машины уже ездят с фарами, включенное освещение. Но камера видит, можно сказать, картинку как днем. Обычный ночной режим. Стемнело на улице. Вполне нормальная ночная картинка. Чистая по всему периметру. Нет засветов. Немного проблема, конечно, с автофокусом имеется. Фокусируется вот в данный момент камера далеко. Рядом предметы не сфокусированы. То есть тут надо уже смотреть. Или же, если что-то будет рядом стоять, камера будет фокусироваться на данном объекте. Или же немного зумом подтягивать фокус. Вот сейчас она сфокусировалась. Рядом на вот этой площади. Вот тут вот. Дальше видно, что размыто. Ну, такая вот работа камеры. Если приблизить зумом далеко, вот при ночной картинке, то никаких помех не появляется. В общем-то, на максимальном зуме картинка остается равномерной, без всяких вопросов. Автофокус, конечно, притормаживает немного. Желательно хотелось бы, чтобы он побыстрее работал. Но вот даже на максимальном зуме в ночном режиме он отработал нормально. Кстати, видно по деревьям, по всему этому делу, что очень мощные, яркие ИК-светодиоды установлены на камеру. И далеко она видит, и видит в черно-белом режиме с помощью данных ИК-светодиодов. Также имеется регулировка яркости, контраста и всего остального. При ночном режиме можете уже, смотря от вашей ситуации, где камера установлена, какое там может дополнительное освещение имеется. Если полная темнота, то можно регулировать, осветлять картинку с помощью вот этих настроек. Также контрастом пользоваться, выбирать идеальный вариант, пробовать на ваше усмотрение. Картинка реально осветляется и отлично работает. Ну и думаю, в данном варианте камеры можно использовать функцию VDR. Также она работает, и картинка сразу же моментально осветляется очень сильно. Поэтому здесь можно уже настройками цветности, яркости добиваться нужного вам результата. Также с помощью функции VDR. Идеальный был бы, конечно, вариант, чтобы камера имела функцию отключения ИК-светодиодов в ночном режиме. Отключение и включение вот именно программного из настроек видеорегистратора, а также из настроек камеры. И тогда камеру можно было с хорошей, вот на ней реально стоит хорошая светочувствительная матрица. Можно было оставлять в полном цвете, переключать на полностью цветной режим при каком-то минимальном освещении. И камера бы хорошо показывала ночью в цвете. Но так как не отключаются вот ИК-светодиоды, вы видите, что происходит с ночной картинкой. Это именно вот это все свечение, именно вот это, которое видно глазу, сиреневое ИК-светодиодов. Можно увидеть даже вот сейчас по цветной картинке, на какое расстояние они светят. Светят они очень далеко на приличное расстояние. Ну, а то, что их отключить невозможно, конечно, это тоже большой минус. Поэтому камеру только можно использовать ночью, ну, в автоматическом режиме, в черно-белом. Ну, и также на протяжении дня велась запись по силуэту человека. Ставил я и ставил потом немного постоянной записи в перемешку. Можно вот все здесь посмотреть, умный поиск выбрать. И вот все записи. Красная именно по определению силуэта человека. Зеленая постоянка. Тут ставил я в перемешку. Можно отбирать было и постоянную, и по тревожному заданию, которое вы поставили. И вот дальше красные пошли. И также вот можно выбирать по сюжетам, по времени, смотреть, просматривать записи. Также на полный экран, как захотите. Вот четкая классная запись. Это рядом. Я, правда, использовал полностью зум на полную. От камеры примерно метров в десяти. Такая вот классная четкая картинка в дождливую погоду. Примеры видео я оставлю дальше. Ну и различные движения людей. Дневная картинка вообще на очень высоком, на очень классном уровне. Ночная тоже заслуживает внимания за такую стоимость. Вот идет хороший ливень страшный. И картинка вполне приемлема, четко, все различимо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как по мне, неплохая камера на свои деньги. Кому нужен такой вариант, переходите по ссылке. Ссылку оставляю на покупку камеры в описании к видео. Также подписывайтесь на мой канал, кому интересна эта тема. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там я выкладываю анонсы, фотографии того, что будет в следующих видео. Камера с урезанным функционалом, кому такой вариант подойдет, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем удачи и до следующих видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...